Меня зовут Андрей Колесников и сегодня я хочу рассказать про книгу «Проклятые экономики» Андрей Мовчан и Андрей Митров. Сегодня я остановлюсь на нефтезависимости, о ресурсе ресурсов человеческой истории и превратности его судьбы. К 2018 году, по некоторым данным, нефть дает около 32% мирового энергобаланса. Прогнозы на 21 век малоутешительные. К 1999 году эксперты прогнозируют рост мирового потребления энергии более чем на 50%, в то время как мировая добыча нефти сократится более чем в три раза. И доля нефти в мировом балансе энергии снизится до менее чем 7%. На 200 лет нефтяного века, из которых прошло чуть более 100, были и, обещают, остаются быть драматическими. Нефть возвысила одни регионы и сделала депрессивными другие. Она привела к власти и лишила власти не один десяток диктаторов, религиозных лидеров и партий. Из-за нее на карте появились не одно государство и перекроились многие границы. Благодаря ей в мире появились совершенно удивительные социальные модели. В частности, государства, в которых число мигрантов во много раз превышает число коренных жителей. Она обогатила наш язык множеством новых слов, таких как «петрократия». Наконец, именно из-за нефти и газа экономисты стали изучать феномен экономического проклятия. Керосин, заменивший китовый жир в домашних лампах, стал более популярным и удобным источником энергии для освещения желез. Цена керосина оказалась в 25 раз ниже цены китового жира. В 1862 году родилась новая единица объема, которая измеряла с тех пор количество нефти – нефтяной баррель. Баррель – это всего лишь объем бочки для перевозки сель. Для транспортировки нефти срочно требовалось старое, и надо было выбрать тот стандарт, который был под рукой. К 1960 году спешно состоялась первая в истории попытка создать международную организацию, контролирующую производство биржевого товара. В Каире прошел Арабский нефтяной конгресс, участники которого заключили соглашение о совместной нефтяной политике, а затем в Багдаде была образована Организация государств экспортеров нефти – ОПЕК. С тех пор ОПЕК активно влияет на предложение нефти на мировом рынке. Действие, запрещенное законами большинства государств, то есть картельный сговор, оказался возможным на межгосударственном уровне, но только в отношении одного товара. ОПЕК в 1971 году способствовал росту цены на нефть почти на 50%, а уже в 1973 году ОПЕК благодаря эмбарго и сокращению добычи на 5% в месяц увеличил цену нефти на мировом рынке в 4 раза. В результате в середине 70-х годов США и Западная Европа погрузилась в крупный экономический кризис. Первый кризис, связанный с ценой на один биржевой товар. Современная Россия быстро стала тоже петрократией, и кризис 90-х и резкий рост нулевых годов 21 века, стагдация следующего десятилетия, объясняется во многом колебаниями мировой конъюнктуры нефтяного рынка. Исследования нефтезависимых экономик можно сделать бесконечно. Страны, которые задел уже 50-летний взлет цен на углеводы, исчисляются десятками. Исмарий их проживания нефтяного цикла достаточно много. Несмотря на огромное разнообразие сценариев, у нефтяных стран есть много общего. Начнем с Венесуэлы. Посмотрим это удивительные способности некоторых политиков превращать богатые страны в бедные при полной поддержке населения. Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти. По данным British Petroleum Statistical Review of World Economy, они составляют 46,6 миллиардов тонн, то есть 17,5% общемировых запасов. Неудивительно, что проклятие нефти в самом яркой форме проявилось именно в этой стране. Немногие местные жители до Колумба в эпохе строили свои хижины на сваях на воде, что подвигло Америку в испучи ностальгически назвать территорию маленькой Венеции, Венесуэлы. Последователи Колумба сфокусировались на земледелии. Трудоемкий агробизнес требовал рабочих рук, и в будущем Венесуэла массово завозила рабов. В результате смешения испанцев, мигрантов из других стран Европы, которые Венесуэла принимала волнами индейцев и завезенных негров, свернулся в пестрый этнический состав населения страны. В течение всего XIX века Венесуэла сотрясали путчи в случае успеха, именовавшейся революциями. Открытие нефтяных полей Мине, Мине-Гранде, возле залива Маракайбо в 1914 году ознаменялось начало нефтяной истории Венесуэлы. Доля нефти в экспорте Венесуэлы стремительно росла и доросла до 91% в 1935 году. Национальная валюта Боливар стала резко расти в цене, что приводило к потере конкурентоспособности отечественного производства. В стране начинаются масштабные социальные реформы и быстро растут расходы бюджета. Отсутствие необходимости отчитываться об использовании нефтяных налоговых доходов, позволило власти ограничиваться самым простым подходом к социальной защите населения – субсидировать. Рост цены на нефть в 1973 году вызвал значительный рост правительственных доходов. В 1975 году в распоряжении государства переходило почти 10 долларов с каждого проданного за рубеж барреля нефти, в то время как в 1972 году чуть больше полутора долларов. Золотой дождь вызвал ощущение неограниченных возможностей и неограниченных амбиций. Этот период называли Саудовской Венесуэлой. Но высокий внешний долг на фоне падающих цен на нефть привел к Черной пятнице в 1983 году. Резко обвалился Боливар. Доходы населения, выраженные в долларах, упали более чем в три раза с пика. Государство становилось неспособным финансировать свои социальные программы. Рост цены на бензин на 100% с почти нулевого уровня обернулся беспорядками, получившим названием «Каракаса». С этого момента в Венесуэле растет и развивается легенда о плохой власти, которая может, но не хочет решить социальные и экономические проблемы страны. Эта легенда будет вести людей к бунту в 1992 году и вскоре приведет к власти офицера Чавеса. Политики не могли выполнить своих обещаний и общество готово было поддержать только очевидно протестную фигуру. В 1998 году Чавес победил на выборах президента. Новой экономической программой Венесуэлы стала боливарианский социализм 21 века, делавший акцент на социальную справедливость. Основу программы составили 4 пункта. Регулируемые цены на базовые товары, регулируемый курс национальной валюты Боливара, программы социального субсидирования и помощи и масштабная экспроприация частного бизнеса и земли. Сразу после выборов Чавеса начинает реализовать план по изменению Конституции через Конституционное собрание. Пользуясь бойкотом со стороны оппозиционной партии, он добивается упразднения Верхней Палаты Конгресса, передачи центру существенной части полномочий от регионов, право созыва референдумов для себя лично. Армия переходит полностью под контроль Чавеса. За новую Конституцию голосуют 79% на новых выборах. Чавес получает 60% голосов. Иначе в свое правление на волне широкой народной поддержки Чавес достаточно быстро освоил методику ресурсной стабилизации власти. Государство взяло под контроль почти весь рынок труда, сопровождая каждый электоральный цикл щедрыми социальными программами и сформировав искусственно заниженные цены на большую группу значимых товаров за счет субсидирования и регулирования. Эти меры обеспечили Чавесу постоянную поддержку беднейших слоев населения. Рост нефтяных цен принес новый виток процветания. На сей раз широким слоям более бедного населения и небольшой группе соратников президентов. В то же время базовые концепции боливарианского социализма, как оказалось, обладают очень серьезными побочными эффектами. Жесткое трудовое законодательство демотивировало бизнес к созданию рабочих мест и вынудило государство постоянно увеличивать количество государственных рабочих мест. Товары, которые выходили на рынок по, там называемым, справедливым ценам, немедленно упали спекулянтам и продавались по рынку. А наживались на контрабанде так называемые болигархи, такие соратники и друзья, и контролирующие границу и наркотрафик армейские генералы. Даже на пике нефтяных цен в 2008 году в Венеселе был дефицит большинства товаров народного потребления. 5 марта 2013 года Уго Чавес умер от рака, оставив страну уже в состоянии тяжелого экономического кризиса. Но власти в стране, принадлежащей болигархам и соратникам Чавеса, не перешли к оппозиции. Приемником Чавеса стал Николас Мадуро, выходец из профсоюзной среды, бывший при Чавесе вице-президентом. В 2016 году в Венесуэле дефицит товаров по так называемым справедливым ценам стал несовместим с выживанием населения. Венесуэльские боливары стремительно теряли свою реальную рыночную стоимость. Деиндустриализация стала особенно очевидна после падения цен на нефть. Положение самой нефтедобывающей индустрии в Венесуэле еще при Чавесе стало кризисным. Производство нефти в стране упало с 3,2 млн баррелей в день, а в 2001 году до 2,6 млн в 2015 году. С 2015 года в стране продолжается перманентный политический кризис. В супермаркетах страны устанавливают сканеры отпечатков пальцев, чтобы нормировать выдачу товаров населению. Власти Венесуэлы убеждают общество, что проблемы – это результат экономической войны, развязанной против свободной и независимой Венесуэлы со стороны США с помощью правой оппозиции внутри страны. Общество отказывается осознавать необходимость перемен, требуя от правительства сохранения и развития патерналистского характера государства. Прагматики обвиняют в сложившейся ситуации правительство, изначально пошедшее на поводу у популистских настроений. Левый поворот быстро становится ловушкой. Общество, научившееся видеть во всех проблемах внешних виновных, теряет способность к рефлексии, привыкает к иждивенчеству. А властно-бюрократическая вертикаль костенеет и охватывает все сферы жизни. У России с Венесуэлой, на удивление, много общих черт. Венесуэла за 20-й век пережила 12 военных переворотов и революций. Российская империя СССР-Россия пережила как минимум 7. Как и СССР, Венесуэла в 60-70-е годы была серьезной силой в мире, сильнейшей экономикой региона. В 1960-е годы страной с ВВП практически равным ВВП Западной Германии, одной из пяти богатейших стран мира по ВВП на душу населения, самой высокой средней зарплаты Латинской Америки. Как и СССР, Венесуэла руководила левое правительство, делавшее упор на государственные программы и социальное обеспечение. Как и в СССР, нефть имела решающее значение для экономики Венесуэлы. С начала 1980-х годов, как и в СССР, вслед за падением цен на нефть, экономическая ситуация в Венесуэле стремительно ухудшается. Растет инфляция, падает ВВП. Сходство с Россией очевидно вплоть до неэкономических деталей. Например, прихода к властью в 1999 году, выход из силовых структур. Будущего бессменного лидера нации, пользующегося поддержкой большинства населения. Но с того же 2001 года начинается серьезное расхождение в методах экономического управления страной. В 2003 году, когда Россия последовательно отказывается от ограничений в сфере инвестиций и движения капитала, а регулирование цен даже не обсуждается, в Венесуэле устанавливается валютный контроль и ограничения на экспорт капитала. Структуры экономики России и Венесуэлы и по сей день довольно схожи. Обе страны получают большую часть доходов в бюджет от экспорта нефти. Не диверсифицируют экономику, не развивают институты, малое предпринимательство. Они формируют реальных инновационных зон в экономике. Как и Россия, Венесуэла в какой-то момент обратилась к Китаю как к стратегическому партнеру, рассчитывая ослабить влияние США и стимулировать экономический рост. Китай активно включился в сотрудничество, начав кредитовать Венесуэлы под залог нефти с возможностью погашения долга нефтепродуктов. За 8 лет китайцы выдали Венесуэле около 50 миллиардов долларов, то есть около 15% ее ВВП. С учетом того, что цена на нефть все же определяется рынком, эти условия были намного мягче, чем предлагаются России, которая строит убыточные газопроводы Китая. Китай умеет и любит брать на себя риски сотрудничества с Failed State и странами-изгоями, но в отличие от СССР делает это очень рационально и жестко. Падение цен на нефть привело к тому, что почти половина поставленная в Китай нефть в Венесуэла отправляет в счет погашения процентов подолгу. Китай, который долго давал деньги Венесуэле, теперь отказывается продолжать программу, не в виде надлежащих результатов, но готов предоставить еще 10 миллиардов долларов, но уже на новых условиях. И есть подозрение, что итогом национализации станет переход основных активов Венесуэлы, включая нефтяные запасы, в собственность китайцев, которые в отличие от американцев в свое время, которые отобрать эту собственность у себя уже не дадут. Наконец, в Венесуэле, как и в России, стало принято находить причины всех проблем и неудач не внутри, а за пределами страны. Правительство страны Венесуэлы даже пробки и низкое качество коммунальных услуг в Каракасе объясняет внешними происками, причем врагов давно умерших. По официальной версии, в проблемах Каракаса виноваты испанцы, специально строящие город не на том месте во второй половине XVI века. Настоящие опасности у России впереди. Истощение потока нефтедолларов из-за падения цен на нефть в будущем придется, видимо, на середину 2020-х годов. Время, когда технологическое наследие СССР будет полностью амортизировано и отставание от конкурентных экономик станет критическим. И высока вероятность поливения, как надежды на спасение власти. Следующая тема рассмотрим Азербайджан. О роли личности в истории, особенность, если эта история нефтяная. Сегодня мы знаем, как минимум, несколько кандидатов на прохождение полного нефтяного цикла, потому что в этих странах приближается момент исчерпания их нефтяных запасов. Одним из наиболее близких нам примеров такой ситуации является Азербайджан. В октябре 1993 года Алиев был избран президентом Азербайджана, а в мае 1994 года стабилизировал политическую обстановку в стране, подписав соглашение о прекращении огня с Нагорным Карабахом и Арменией. Алиев немедленно приступает к восстановлению экономики Азербайджана, ровно теми же методами, которыми он уже однажды ее остроил. То есть через нефть и газ. Алиеву повезло. Несмотря на то, что цена на нефть еще была низкая, спрос на нее в мире рос, и Азербайджан хорошо вписался в нефтяной рынок. Одновременно резко выросла добыча природного газа из-за начала разработки нового месторождения. Инвестиции иностранных партнеров, сделанных на фоне роста спроса на нефть, обеспечили Азербайджану новыми способами транспортировки нефти и газа в обход России. Сочетание эффекта низкой базы 90-х годов и роста добычи и роста цен на углеводы привело к ошеломительным темпам роста ВВП страны. В 2000-м среднегодовой темп роста составил 14,5%, а в отдельные годы темп роста превышал 20%. Высокие темпы роста ВВП совпали с высокими темпами роста экспорта в 2000-х годах. Зависимость бюджета Азербайджана от нефтегазовых доходов за годы бума резко увеличена. Если в 2003 году доля трансферов из госнефтяного фонда в бюджет составляла около 10% ВВП, то в 2014 году дошла уже почти до 60%. Гидар Алиев умер в 2003 году в возрасте 80 лет. В моменту своей смерти он не только сосредоточил в своих руках возможную власть в стране, но и построил стандартный для ресурсной экономики каудалистский культ. Среди самых скромных титулов, которых награждала Алиева официальная пропаганда, были общенациональный лидер Азербайджана всего мира, политик, смотрящий на десятилетия вперед, мастер власти, великий лидер. Клиническая смерть Гидара Алиева некоторое время скрывалась в его окружении, в то время как его сын Ильхам, спешно назначенный премьером, забирал в свои руки нити власти. Ильхам Алиев не изменил экономические политики страны. Упор на нефтегазовый сектор сочетался с жестким контролем за финансовым рынком. Курс национальной валюты оставался управляемым властью. Уже к 2011 году в Азербайджане стали заметны симптомы голландской болезни. После падения цен на нефть в 2014 году в стране начался резкий отток капитала, совпавший по времени с первыми признанкими исчерпаниями нефтяного месторождения. Не нефтяной сектор экономики был крайне слаб. Кроме нефти и газа Азербайджан практически ничего не экспортирует. Практически ничего не было сделано и для привлечения иностранных инвестиций в не нефтяной сектор. Не может быть неочевидным, что ресурсный путь развития страны достиг естественного предела. Азербайджан является крупным поставщиком трудовых мигрантов. Более миллиона азербайджанцев проживает за границей. Впрочем, настоящее испытание Азербайджан ждет впереди. Никаких новых крупных месторождений не обнаружено. По некоторым прогнозам уже к 2025 году добыча нефти может упасть почти втрое. Скорее всего, в период 2025-2030 годов мы сможем стать свидетелем завершения ресурсного цикла и жесткой посадки экономики Азербайджана, которая будет сопровождаться кардинальной сменой политическим устройствам страны. Следующая тема нефтемиров и канунгов. Об изобилии, о ее имуществах, недостатках, а также о том, что самые разнообразные общества становятся похожими в условиях изобилия. Посмотрим примеры стран, чей цикл еще не завершен. Две самых знаменательных таких примеров это Объединенные Арабские Эмираты и Норвегия. Начнем с Норвегии. Только примерно 4% территории Норвегии пригодны для земледелия. Норвегия в 2018 году произвела 448 миллиардов долларов ВВП, удержав четвертое место в мире по подушевому валовому внутреннему продукту. Это 92 тысячи долларов. Норвегия занимает 13 место в мире по производству нефти. 1,8 миллионов. И поставляет Европу все возрастающие объемы газа, являясь вторым после России источником углеводородов для Европейского Союза. Норвегия была относительно бедной страной. Подушевой валовый внутренний продукт в начале 20 века был на треть меньше, чем в среднем по странам континентальной Европы. Как и многие европейские страны, Норвегия теряла население, эмигрировавшее в США. Остановило безвозвратное превращение Норвегии в бедную провинцию, открытие электричества и последующий бум энергоемких технологий. На норвежских водопадах европейские компании построили гидроэлектростанции, рядом с источниками дешевой энергии разместили заводы по производству удобрений, цинка, алюминия. К 1970 году Норвегия уже вполне могла считаться социальным государством. С 1980-х годов экономическая политика страны управлялась в соответствии с ультрамонетарными принципами так называемой школы ОСЛА. Эти принципы основывались на финансовых мерах регулирования, аккумулирования резервов и государственном доминировании. Основными направлениями экономической политики Норвегии являлись следующие пункты. Первое. Это концентрация активов в государственной собственности. По некоторым данным, доля валового внутреннего продукта, приходящегося на государство, составит много более 50%. Второе. Создание и поддержание максимально свободных рынков. Иммунизация барьеров во всех секторах, кроме сельского хозяйства. Третье. Прогрессивное налогоблажение и высокие корпоративные налоги, как механизм перераспределения доходов и сокращения неравенств, и обеспечение социальности государства. Четвертое. Формирование государственного резервного фонда за счет избыточных доходов от экспортных ресурсов для использования на поддержание социальных функций государства. Фонд инвестирует в широкий спектр ценных бумаг за пределом Норвегии и в основном в акции. На середину 2019 года фонд управляет более чем триллионом долларов. Это фактически владея одним процентом глобального рынка акций. За вычетом расходов на управление фонд показывает исторический доход в размере 3,8% годовых с 1999 года. И пятое. Это сохранение и развитие прозрачных публичных институтов, высокий уровень контроля за публичным сектором. Политика welfare state в сочетании с отказом от ценового регулирования и открытости рынками привела к гипертрофии себестоимости производимой продукции. Официальные источники утверждают, что потребительские цены в Норвегии в 2019 году примерно на 30% выше, чем в США. Но многие норвежцы и туристы уверяют, что разница на самом деле много больше. Наиболее яркая проблема себестоимости выражается в низком уровне прямых иностранных инвестиций в Норвегию. Согласно публичным данным, за 40 лет Норвегия добыла почти половину своих запасов углеводорода. Производство углеводородов Норвегии уже сократилось с пика 2003 года на 15%. Портавки норвежского газа сократятся на 40% к 2025 году. Статистик Норвей оценил дефицит доходов страны к 2030 году при сохранении нынешней структуры экономики в 40 миллиардов долларов в год. А это более 10% сегодняшнего ВВП. Недавно впервые в истории правительство взяло из фонда больше, чем он заработал. Разумеется, с его текущим размером в 2,5% годовых ВВП у страны есть как минимум 2-3 десятка лет гарантированного благоденка. Однако потом, если, конечно, страна не пересмотрит свой подход к стимулированию экономической мотивации, велик шанс возврата в состояние, в котором Норвегия была до 1969 года. Состояние гордой, но бедной северной страны, основным экспортом которым является тушеная треска и вязаные свитера. Смотрим в следующую страну. Объединенные Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты образовались в виде союза семи эмиратов из девяти, относящихся к когда-то так называемым государствам берега Затищи. Бахрейн и Оман, введшие свою родословную от тех же эмиратских государств 18 века, отказались входить в состав федерации. На территории Арабских Эмиратов, где в 50-м году проживало всего 86 тысяч человек, сегодня проживает 9,3 миллиона человек. Сама страна родилась уже в момент бурного роста цен на нефть, фактически не переживала периода до нефтяного губа. Эта ситуация обусловила формирование экономической стратегии с чистого листа, без необходимости адаптироваться к наследию времен до ресурсной зависимости, до то с возможностью взять со стороны лучшие практики. Второй важной особенностью страны, впрочем, общей для большинства стран так называемого Совета Залива, является прочная наследственная власть эмиров в каждом эмирате. Власть, по своей сути, более близкой к родоплеменной форме. Фактически, Абудаби является естественным центром, таким спонсором, и взамен получил достаточно большие властные полномочия для проведения централизованной политики. Маленький размер территории и населения страны, непредсказуемое окружение, нахождение фактически между двумя враждующими полюсами исламского мира, шиитским Ираном и сунитским Саудовской Аравией, изначало дали толчок к формированию эмиратами максимально открытой и связанной с неисламским миром экономической политики. Приняв решение развивать экономики своих маленьких эмиратов и бесповоротно встав на сторону стран первого мира в политике, эмираты столкнулись с банальной катастрофической нехваткой своего населения. Власть эмиратов сразу же поставили вопрос об импорте квалифицированной рабочей силы и сняли все барьеры на пути притока рабочей силы деквалифицированной. К концу 90-х годов почти 92% трудовых ресурсов страны состояли из иностранцев и в результате на сегодня только 15% населения страны является ее гражданами. Страна получила фундаментальные преимущества как промышленный и сервисный центр, имеющий низкую добавленную стоимость и высокую эффективность и качество производства и сервиса с высокой добавленной стоимостью. Действительно, в эмиратах доля стоимости труда в ВВП составляет всего 27%, например, в Мексике 35%, а в США 55%. Является одной из самых низких в мире. Стратегическое видение экономики страны как высокодиверсифицированной было официально и реально присуще руководству эмиратов практически с самого начала существования страны. Стратегия достижения этой цели также не менялась. Вкратце ее можно описать пятью тезисами. Первое. Полный контроль над доходами от экспорта ресурсов в сочетании с обеспечением наибольшей эффективности их добычи. Профессиональное управление формируемыми резервами на глобальных рынках и внутри страны. Инвестиционные фонды имеют широкий мандат, инвестируя в 12 различных классов активов по всему миру, приобретая как ликвидные бумаги, так и большие контролируемые доли корпораций. Точных данных по объему управления фондом нет, но их не менее 1,2 триллиона долларов на сегодня. Но отдельная информация свидетельствует о достаточно успешной инвестиционной деятельности. Долгосрочные доходы фондов в среднем составляют 6,5% годовых в долларах США. Второй пункт это обеспечение высокого уровня жизни граждан и соответственно высокого потребления за счет датирования потребления. В Эмиратах подоходный налог и налог на добавленную стоимость равны нулю. Отказ от взимания налогов, позволяющий компании щедро делить дополнительную прибыль с местными жителями. Второй частью являются масштабные субсидии. Прежде всего в области энергии и топлива и жесткий контроль за ценой. Третье это централизованное массивное инвестирование в развитие неуглеводородного бизнеса. Совокупный планируемый объем инвестиций в инфраструктуру в Эмиратах на 10 лет с 2020 года по 2030 превышает 300 миллиардов долларов. Уже с середины 90-х годов Эмираты являются одним из крупнейших мировых транспортно-логистических узлов. Две из крупнейших мировых авиакомпаний номер 3 и 4 пересчете на пассажиропоток принадлежат Эмиратам. В Дубае Интернешнл крупнейший в мире аэропорт по иностранному пассажиропотоку. Шестой по общему пассажиропотоку и третий по объему карго-перевозов. В Дубае Интернешнл приносит порядка 27% ВВП Эмирату Дубая. По официальным прогнозам к 2030 году аэропортовый бизнес в Дубае будет приносить почти 90 миллиардов долларов добавленной стоимости в год. Помимо авиаперевозок в Эмиратах развитые перевозки морские. Более 15 коммерческих портов включают в себя контейнерные терминалы, нефтяные терминалы, промышленные, рыболовецкий сектор. Туризм приносит Эмиратам более 4% ВВП, а вместе с бизнес-путешественниками почти 8,5% ВВП. Почти как финансовый сектор. За год в стране бывает почти 16 миллионов туристов. Четвертый пункт это прямое и косвенное субсидирование деятельности государственных и частных компаний через государственное финансирование. Отказ от взимания или предельное сокращение ставки налогов. И пятое. Максимальное снижение барьеров для международной торговли, капитала и трудовых ресурсов. И максимальное сокращение предполагаемых рисков ведения бизнеса. Эмираты в 2014 году были поставлены на 16 место в мире по индексу легкости торговли. Enabled J индекс. И на первое по доступности и качеству транспортной инфраструктуры. Тот же мировой экономический форум оценивает таможенные процедуры эмиратов как 6 по уровню простоты и эффективности в мире. Из 140 стран. Индекс качества логистики. Мировой банк ставит эмираты на 14 место в мире. Особую роль в развитии бизнеса в эмиратах играет концепция особых зон. Резиденты зон не уплачивают никаких таможенных пошлей. Для них не ограничены валютные операции. Существенно упрощены или отменены лицензирования. Необходимо следовали локальному законодательству и прочие локальные нормы. В особых зонах нет цензуры. Интернета, в отличие от всей остальной территории. Важно, что государство дает предприятиям, становящимся резидентом зоны, гарантии неизменности льгот на 50 лет вперед. Сегодня в эмиратах примерно 40 особых экономических зон. И, например, эмираты крупнейший хаб по торговле золотом в регионе, через который происходит 25% мирового оборота золота. Но, тем не менее, ситуация в эмиратах далека, очень далека от идиллически. С точки зрения спектра индустрии, как и доходов бюджета, эмираты все еще остаются бесспорно ресурсозависимыми. 33% экспорта страны приносит углеводороды. Доходы от нефти все еще формируют до 70% общих поступлений в бюджет. Но главным индикатором поражения страны в борьбе за диверсификацию от нефти и газов является ситуация с производительностью труда. На протяжении почти 25 последних лет производительность труда, как и общая производительность Total Factor Productivity, в эмиратах последовательно, хотя и медленно сокращается примерно на 0,1-0,5% в год. Опыт эмиратов является в силу многих причин уникальным, но одновременно и показательным. Эмираты сумели эффективно совместить сохранение в своих руках полного контроля за ресурсами страны, причем не только минеральными, но и географическими, и максимальную открытость рынков, культуры и границ, дающие возможность многократно повысить эффективность эксплуатации ресурсов. В то же время история экономики эмиратов это история успешных государственных компаний, функционирующих максимально эффективно, но в рамках имеющихся у них возможностей. Но безусловно важную роль в таком успехе играет политика активного субсидирования государственных компаний за счет экспорта минеральных ресурсов, ведущихся через взимание сниженных или нулевых налогов. При увеличении налоговой нагрузки нет никаких гарантий, что основные корпорации останутся не только такими же успешными, но и вообще конкурентоспособными на жестком международном рынке. Как видно из этих двух крайне разных по форме стран, примеров, даже сверхбогатые ресурсами страны страдают от ресурсной зависимости, практически так же, как и страны, обеспеченные ресурсами на более низком уровне. И Норвегия, и Эмираты в условиях достаточно высоких цен на нефть конца второго десятилетия 21 века поддерживают лишь 1-2% роста ВВП. Обе страны при активных попытках в гидрификации экономики не входят в число стран с инновационным фокусом развития. У обоих стран фактически получается эффективнее инвестировать за рубеж, чем в свою собственную экономику. Сверхобеспеченность ресурсов дает этим странам большую форму. С момента, когда цена на нефть значительно упадет, обе эти страны смогут поддерживать свой модус вивенди еще в течение минимум пары десятков лет. Однако, эта фора является и залогом будущих проблем. Она провоцирует опоздание в процессе перестройки экономики на безресурсной рельсе и может оказаться главной причиной будущей экономической катастрофы. Рассмотрим следующую страну. Мексику. О проклятом месте двух погибших империях вреде национализации и пользу, которую можно извлечь из хорошего соседства. Со времен, когда в Евразии образовалась Римская империя франков, на территории Мексики процветала высокоразвитая цивилизация майя. А одновременно с нашествием монголо-татар в Евразию, земли Мексики заняли кочевники Ацтеки, создавшие свою империю на базе покоренных племен, как и монголо-татары. В начале 16 века монголо-татарская империя развалилась и параллельно рухнула империя Ацтека. А территория Мексика вошла в состав Испанской империи. Через 300 лет, на фоне истощения Испании и наполеоновских войн в Европе, Мексика получила независимость, которая, увы, не пошла ей впрок. В течение всего 19 века страну раздирали междоусобицы, перевороты и революции. Власть менялась в среднем раз в полтора-два года. Страна сохраняла свой двунациональный состав. Население сегодня в стране чистых потомков европейцев 10%, чистых потомков коренных обитателей Мексики 28% и 62% это метис. Испанский язык и испанско-религиозный. Сегодня более 82% населения называют себя католиками. В 1910 году в Мексике уже работала нефтедобывающая компания из США и Европы. В начале века Мексика добилась впечатляющих успехов в разработке полезных ископаемых. Заняв в мире первое место по добыче серебра, второе по меди и пятое по золоту. В 1910 году Мексика добывала 110 тысяч баррелей в день только с одного месторождения, которое считалось тогда крупнейшим в мире. В стране сформировалась узкая группа олигархов, лично близкая диктатору и сросшенностью с власти. Многие из группы были высшими чиновниками. В 1910 году начиналась революция под лозунгом «Земля крестьянов». И диктатор Диас бежал. И именно Диасу принадлежит пророческое высказывание. «Бедная Мексика, ты так далеко от Бога и так близка к США». В будущем борьба с религией принесет Мексике немало проблем и будет причиной национальной трагедии. А осмягчение позиций по отношению к католицизму совпало по времени с волшебным спасением экономики. Близость к США станет для Мексики ресурсом наряду с нефтой. В 1917 году страна национализировала все подземные ресурсы. После 1917 года нефтяной бизнес начал постепенно уходить из страны. В 1920-х годах иностранные компании остановили разведку и стали постепенно перебираться, в частности, в Венесуэлу. С пика в 200 мл баррелей в 1921 году, второе место после США, добыча в 1937 году упала до 50 мл баррелей в год. Это уже шестое место в мире. В 1938 году мексиканский президент национализировал нефтяную отрасль страны. «Лучше уничтожить нефтепромыслы, чем позволить им мешать национальному развитию», – провозгласил он с балкона президентского дворца. Была создана национальная нефтяная компания Pemex, консолидирующая активы иностранных компаний. Государственная компания оставалась неэффективной. В 1950-е и 1960-е годы Мексика стала нетто-импортером нефти из-за роста собственного потребления. Собственная добыча не поднималась выше 90 млн баррелей в год. И тут случилось чудо. Возможно, Бог отблагодарил мексиканские власти за смягчение отношений к религии. В 1971 году было открыто гигантское месторождение Канторель. А месторождение казалось одним из самых крупных в мире. В итоге одно сверхкрупное месторождение обеспечило Мексик около 40% всей добычи в 80-90-е годы и до 60% добычи в середине 2000-х годов. Экспорт нефти с 1975 по 1981 вырос в 23 раза. Канторель стали называть спасителем страны – Эль Сальвадор Дель Паис. Мексика с ее недавно открытыми ресурсами стала стратегически важным поставщиком нефти, не входящим в картель ОПЕК и решением проблемы с нестабильными нефтедобывающими автократиями Ближнего Востока. Многие американские нефтеперерабатывающие заводы начали ориентироваться на мексиканский сорт «Майя». В 1976-1982 годах 86% нефтяного экспорта направлялось в США. Но самым важным в сотрудничестве двух стран стала программа «Макеладорос» – перевод в Мексику сборочных и вспомогательных производств из США. В 1965 году в Мексике было 12 предприятий «Макеладорос», а в 2006 году их уже было 2800. В 1985 году экспортная выручка «Макеладорос» превысила экспортную выручку от «Меха». А в конце века индустрия «Макеладорос» давала 25% ВВП и обеспечила 17% рабочих мест страны. «Макеладорос» сыграла огромную стабилизирующую роль в экономике Мексики, однако не уберегла страну от типичной голландской болезни. В 1987 году доля поступления от нефтяной индустрии в бюджете превысила 40%. А затем наступила декада пердида – потерянное десятилетие. В 1982 году цены на нефть резко упали, и шок платежного баланса потребовал немедленного действия. В августе 1982 года были национализированы банки. Был объявлен деполт по внешним долгам. Песа девальвировалась. Безработица выросла до 25%. С этого момента развитие Мексики шло по аргентинскому сценарию. Из страны снова начался отток капитал. К декабрю 1994 года валютные резервы истощились. Песа девальвировался на 50%. Паника перекинулась и на другие развивающиеся экономики, спровоцировав мировой финансовый кризис, так называемый «текила-кризис». Мексика получила помощь от ММВФ и США, однако экономика перешла просто только к концу 90-х годов. Начало 2000-х годов не было для экономики Мексики удачной. Глобальные и американские инвесторы открыли для себя Китай. Предприятия начали переводиться в Китай в ущерб мексиканским макеладоросам. В 2004-х годах закрылась около третья макеладора. 150 тысяч человек лишились рабочих мест. К 2007 году средняя зарплата в Китае стала сопоставима с мексиканской. И после снижения до 11% импорта в США, в 2005 году доля Мексики начала расти. И к 2020 году она составляет уже около 15%. Этот рост произошел главным образом за счет экспорта электроники, телекоммуникационной и транспортной техники. Падение добычи нефти объясняется просто. Спаситель нации истощается, а госмонополия не имеет ни ресурсов, ни технологий, ни мотивации инвестировать в разведку. В среднем Пемекс формировал до 40% бюджетов страны. Все же открытость мексиканской экономики, близость к США и особенность способность создать экспортные предприятия не нефтяной индустрии дают серьезный положительный эффект. Тем не менее, ресурсная ловушка работает и в Мексике. Зависимость бюджета от доходов нефтяной индустрии создает существенные перекосы в управлении. Страна в целом не сильно зависит от нефтяных денег, но зависимость бюджета от нефтяных доходов остается высокой. Неспособность государства создать эффективную систему налогообложения, неразвитые экономические институты, высокий уровень преступности и коррупции, неравенство и бедность – это последствия ресурсного бума конца прошлого века. Посмотрим следующую страну – Ангола. О том, что бывает, когда в стране есть нет, но нет институтов, а также немного о том, как Китай умеет дружить. Пример того, что происходит со страной в отсутствии каких бы то ни было внятных институтов, если вам покажется, что слишком много в этом описании напоминает Россию конца 20-х годов 21-го века, то это лишь потому, что в России институты государственного управления тоже плохо развиты. Ангола – страна в юго-западной побережье Африки, население 30,5 миллионов человек. Население молодое, медианный возраст – 15,4 года. Открытие первых промышленных месторождений нефти в Анголе приходится на 1950-е годы. В 1973 году нефть вышла на первое место среди экспортированных товаров из Анголы. После открытия месторождения «Горосол» в 1996 году в стране потекли инвестиции из таких грантов, как «Беридж Петролиум», «Эксмобил», «Роэн Датч Шелл». На момент окончания гражданской войны в 2002 году государство и экономика Анголы сильно зависело от гипертрофированного нефтяного сектора. 90% экспорта составляла нефть, нефтяные доходы формировались по меньшей мере на 75% бюджета, а сама нефтедобыча отвечала за половину странового ВВП. Гипертрофированный ресурсный сектор продолжает доминировать. Средства на финансирование восстановления были найдены в 2004 году у китайского правительства, которое согласилось кредитовать Анголу под залог нефтяных контрактов. В течение следующего десятилетия добыча нефти по меньшей мере удвоилась. Ангола стала самым крупным получателем китайских кредитов в Африке. Зачастую китайские компании вытесняют местных производителей. Например, кирпичное производство в Анголе перешло под контроль китайцев. Они завезли более эффективные машины. Китайские фермеры организовали в Анголе производство овощей для китайских работников и быстро выбросили на рынок страны овощи более высокого качества, чем производимые местными фермерами. Существуют различные социальные программы, через которые часть нефтяной ренты распределяется в качестве помощи населению. Но в Анголе в действительности никто точно не знает, сколько получает и тратит ангольское правительство. Тогда же, когда государство тратит деньги, зачастую неизвестно, сколько их доходит до адресата или попросту кто этот адресат. Зато Ангола претендует на статус региональной державы, а потому в последние годы все больше инвестируют нефтяные доходы в ЭПК. Бывший президент Душ Сантуш не раз наставил на том, что Ангола является региональной державой, соперничаясь в Нигерии и ЮАР за влияние в Африке, южнее Сахара. Но с сегодняшний день на нефтедобывающий сектор Анголы все еще приходится до 50% ВВП страны. А сама нефт приносит в государственный бюджет более 70% ежегодных доходов. Ну и в заключение, в нефтяной части. Несколько выводов на основании истории нефтяных стран и даже попытки их классификации. Исследователи условно разделили страны на 4 группы, исходя из сочетания двух параметров. Первый – это объема обеспечения ресурсом, то есть подушевого уровня добычи нефти, и эффективности экономического использования ресурсов, то есть отношение объемов добычи нефти к общему. В первую группу попали страны с очень высокой обеспеченностью ресурсами – Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Ангола и Азербайджан представлены в исследовании группы стран со средним обеспеченностью ресурсов и очень низкой эффективностью его экономического использования. Венесуэла, Иран, а также оставшиеся за рамками исследований Россия попали в группу стран со средней обеспеченностью ресурсов и средней эффективностью его использования. И, наконец, Мексика, Индонезия и, как это ни странно покажется, Нигерия попали в группу малообеспеченным ресурсов стран с высокой эффективностью использования ресурсов. Первая группа – Норвегия и Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Под видео вы сможете увидеть схему сравнения. И из представленного очень грубого факторного сравнения видно существенное различие между Норвегией и Объединенными Арабскими Эмиратами с одной стороны и Саудовской Аравией с другой. Определяется всего двумя группами факторов. Уровень личных свобод и открытостью экономики. Но принципиальное же значение имеет открытость экономики, уровень иностранного влияния и личных свобод. Чем они выше, тем успешнее ресурсная страна справляется с бременем ресурса. Вторая группа – Азербайджан и Ангола. Эти две страны, у них эффект ресурсного проклятия выражен особенно сильно. Общие черты экономики Азербайджана и Анголы – это неразвитость инфраструктуры, относительная закрытость экономики, ограничение прав и свобод и авторитарность власти. Кроме уже названных проблем, для экономик Азербайджана и Анголы характерна неспособность сохранить избыточные ресурсы, уход в большей части собираемой ренты на бюджетные расходы, повышенная милитаризация, наличие спорных территорий, участие в военных конфликтов, выделение значительных средств на военные расходы, высокий уровень коррупции. Третья группа – Венесуэла и Иран. Тоже табличка под видео. Странные третьи группы объединяются только субсидационным характером прореферации избыточных доходов и закрытости экономики, которая вообще характерна для всех исследованных стран с низкой нефтяной эффективностью. Можно лишь еще раз повторить – именно открытость экономики страны иностранным инвестициям, специалистам и технологиям является ключевым фактором для успешной диверсификации экономики и освобождения ее от ресурсной зависимости. И четвертая группа – Мексика, Индонезия и Нигерия. Тоже табличка под видео. Для всех представленных стран характерна довольно высокая открытость экономики и либеральная рыночная структура. Возможно, именно сочетание этих двух факторов позволяет им успешно диверсифицировать свою экономику. Меня зовут Андрей Колесников. Под видео вы найдете ссылку на данную книгу, на электронную книгу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok